Сарга 35. Размышления о Брахмане Прохлада продолжил размышления. Он — это единое, недвойственное сознание, лишенное искажений. Все, что стало этим миром, — это чистое сознание. Даже в теле, превосходя его мясо, кости и кровь, оно — его внутренний интеллект, сияющий светом солнца и других сияющих объектов. Оно делает огонь обжигающим и воду текучей. Оно, наслаждающийся всеми ощущениями органов чувств. Стоя, оно не стоит. Двигаясь, не двигается. Не делая, оно делает все. И делая, оно не затрагивается действием. Оно в прошлом, будущем и настоящем. В этом мире. В мире другом и повсюду, в порядке и в беспорядке, оно пребывает неизменным во всех изменениях. Лишенное страхов, оно существует повсюду, во всех существах, от брахмы до травинки, поддерживая движение мира. Оно постоянно в движении. Оно подвижнее постоянно движущегося божества. Оно бездейственнее, скалы и чище пространство. Оно заставляет работать разум, как ветер заставляет качаться ветки и листья. Оно управляет органами чувств, как возничий направляет лошадь. Оно постоянно пребывает в действиях в доме тела, как несчастный раб и как властелин вселенной. Оно всегда пребывает в самом себе, наслаждаясь бесчисленными удовольствиями. Только оно достойно стремлений, восхвалений и медитации. Только с ним можно пересечь океан старости, смерти и заблуждений. Его легко достичь, легко завоевать, как хорошего друга. Оно убитает в сердце каждого, подобно пчеле, в глубине лотоса. Оно достигается даже в собственном теле без зова. Оно становится очевидным, как только подумаешь о нем на мгновение. Это мастер, владеющий всем, и кто поклоняется ему как Богу, которому принадлежит все, тот освобождается от глупости и гордыни. Оно пребывает во всех телах, как аромат пребывает в цветах. Масло в семенах, кунжута и вкус в разных жидкостях. При отсутствии самоисследования, это высшее «я» не узнается и остается невидимым, хотя пребывает, как осознанность в сердце каждого. Очевидно, как хороший друг, находящийся прямо передо мной. Когда эта высочайшая сущность постигается, с помощью самоисследования возникает прекрасное блаженство, как при встрече с любимым человеком. При видении этой высочайшей истины, дающей безграничное блаженство, пропадают невежественные понятия о старости, смерти и страданиях. Распадаются все цепи, пропадают все враги, и дом разума больше не грызут крысы желаний. Когда понимается эта истина, понимается весь мир, когда она услышана, услышана все, когда она достигнута, достигается все, когда пребываешь в ней, пребываешь во всем. Это сознание не спит, когда все спят. Оно подталкивает незнающих к знанию. Оно устраняет страдания страдающих и исполняет желания чистых душой. Пребывая в этом мире, как индивидуальное сознание, оно бродит в создании, наслаждается удовольствиями и пребывает во всех предметах этого мира. Оно пребывает во всех телах, как острота, пребывает в перце, ощущая в себе, самого себя, в полном спокойствии. В виде осознанности и ощущений оно пребывает внутри и снаружи. Во всей материальной вселенной оно – единая реальность. Оно – пустота в пространстве, и движение в ветре. Свет во всех светящихся предметах и вкус во всех жидкостях. В земле оно – ее твердость, в огне – жар, в луне – прохлада ее света и само существование в мирах. Так как существует чернота в угле, холод в снегу, аромат в цветах, так это сознание существует в теле, как его сущность. Как вездесущее существование и вездесущее время, как вездесущее безграничное могущество, так и это сознание, вездесущее, неизменное существование во всем, доступном глазам и разуму. Оно – это великое существо, просветляющее даже богов. Я есть только это сознание. Меня не затрагивают понятия и концепции, как частицы пыли не затрагивают пространство, и вода не затрагивает лист лотоса, растущего в ней. Как камень не затрагивается волнением, так и я не затрагиваюсь многочисленными радостями и печалями тела. Потоки дождей не вредят твердокорой тыкве, что может повредить мне. Как пламя лампы не может быть связано веревкой, так это я, превосходящее все ощущения, не может быть ими связано. Какое отношение может быть между мной и желаниями, органами чувств, существованием и несуществованием объектов? Что может связать пространство и что может связать разум? Даже если тело разрезать на сотни кусков, случается ли что с я, которое оживило тело? Когда разбивается горшок, ничего не случается с пространством этого горшка. Даже когда разум, глупый и несуществующий как привидение, существующий только как название, перестает существовать благодаря пониманию, «Затрагивает ли это меня?» Раньше мой разум состоял из понятий счастья и несчастья, а теперь он безраздельно успокоился в единстве и блаженстве. Кто-то наслаждается, кто-то владеет, чьи-то безрадостные страдания. Кто-то видит, увы, только воистину глупец имеет такие понятия. Наслаждается только сущность, владеет разум, страдания принадлежат телу. Нехороший человек здесь глупец, и ничто не может затронуть безграничность. Я не стремлюсь к удовольствиям, и не желаю и не избегаю их. Пусть приходит то, что приходит, и пусть уходит то, что уходит. У меня нет ожидания и радости, и я безразличен к мыслям о страданиях. Пусть радости и страдания приходят и уходят. Разнообразные ощущения возникают и пропадают в теле. Что мне до них? Пусть они уходят. Меня нет в них, и они не принадлежат мне. Долгое время я был порабощен врагом непонимания. Этот враг лишил меня различения и видения истины, но теперь, по милости Вишну и своими усилиями, я обрел это понимание. Поняв истину, я изгнал демона чувства эго из дупла дерева тела. Магической мантрой самопознания он был изгнан, и теперь могучее дерево моего тела свободно от этого демона эго. Как цветок распустилась чистая благословленность. Прошла нищета заблуждений и пропала невежество дурных желаний. Я стал великим властителем, обретя богатство развлечения. Узнано то, что стоило узнать. Увидено то, что стоило увидеть. Достигнув этого, больше нечего достигать. К счастью, ядовитая змея желаний оставлена далеко позади. Туман заблуждений рассеялся. Миражи желаний прекратились. Пыль всех стремлений улеглась, и деревья спокойствия дарят прохладу. Я достиг высот, запредельной, высочайшей истины, воспеванием гимнов, поклонениями, молитвами, спокойствием разума и дисциплинированной жизнью. Достигнута истина самого себя. Она узнана и стала очевидной. Теперь я постоянно помню состояние, превосходящее чувство эго. По милости Вишну, я осознал вечного Брахмана, как самого себя. Отвратительно чувство эго с его норами змей, чувственных желаний, со множеством смертельных ям, с густыми зарослями стремлений, с шумом наслаждений, густыми чащами склонностей и понятий, с ямами рождений, среди пожарищ страданий и огней печали, со взлетами и падениями, погружениями и всплываниями, с рождениями и смертями, с ловушками надежд. До сих пор я долго страдал от этого низкого чувства эго. Само по себе оно слабо, и, подобно привидению, в темном лесу невежество. Благодаря собственным усилиям и по милости Вишну, я полностью пробудился и обрел развлечение. В сиянии света этого пробуждения я не вижу более демона, чувства эго. Он пропал. Как в сиянии солнца пропадает тьма. Я не знаю, куда делся этот демон чувства эго, обитавший в глубине разума. Как я не знаю, куда пропадают свет потухшие лампы, я пребываю самим собой в пещере своего разума. В сиянии света истины, чувства собственной важности, пропадает, как вор прячется при свете солнца. Теперь, когда это эго пропало, подобно привидению, я пребываю в спокойствии в самом себе, подобно дереву, из дупла которого уползла ядовитая змея. Я пробужден и остаюсь в этом мире в полном спокойствии. Чувство эго, скрывавшее истину, ушло, и я, наконец, пребываю в блаженстве. Я наполнен прохладой бесстрасти, и миражи всех желаний пропали. Различая истину своей природы, я очистился от чувства собственной важности, как лесной пожар на горе гаснет в грозовых потоках. Что такое заблуждение, страдание, желание и беспокойство? Преисподние, небеса, освобождение и другие понятия это заблуждения, существующие только пока чувство эго кажется реальным. Картины рисуют на холсте, а не в чистом небе. Пока в разуме остается желчное чувство эго, прекрасное понимание не возникает в нем, как грязную тряпку не получится покрасить в желтый цвет. Когда разум не закрыт облаком чувства эго и грозой желаний, он сияет подобно чистым и прозрачным осенним небесам. О, бесконечное сознание! Моя сущность, купающаяся в океане блаженства, благое внутри и незапачканное грязью эго, приветствую тебя! О, бесконечное сознание! Моя собственная сущность, и все поглощающие пожар разума успокоились. Приветствую тебя! О, бесконечное сознание! Моя собственная сущность, полное спокойствие и блаженство, где нет облака эго и пламени желаний. Приветствую тебя! О, бесконечное сознание! Моя собственная сущность, прекрасное озеро, в котором успокоились волны беспокойств. С полностью раскрытым лотосом блаженства приветствую тебя! О, высшее я, лебедь разума, во всех существах, чьи два крыла, сознание и его отражение, обитающие в лотосе сердца, приветствую тебя! О, высшее я, подобно вечно сияющей полной луне, неделимое и бессмертное, содержащее в себе все части и разделение. Приветствую тебя! О, великое сознание, неподвижное всегда сияющее солнце, разгоняющее тьму невежества в сердце, вездесущее, но кажущееся невидимым. Приветствую тебя! Приветствую тебя! Приветствую сознание, сияющее подобно масляной лампе, без масла, чей фитиль, прекращение действий, постоянную основу существования всего, дарующее сознание всему. Я победил свой разум, горящий в огне желаний, с помощью холодного, различающего разума, как холодный нож режет на куски раскаленное железо. Я отсек чувства с помощью чувств, разум с помощью разума, и эго чувством эго. Победив их, я есть то, что осталось. Я поклоняюсь себе, моя сущность, уничтожив несуществование существованием, желание его отсутствием, глупость мудростью и невежества, понимание. Разум, уничтоженный разумом, потерял чувство своей отдельности. Понимание безграничности уничтожило ограниченность, и я теперь пребываю как чистое, нераздельное сознание. Мое тело существует только на изначальной энергии, чистого сознания, без вовлечения эго, разума, желаний, понятий и чувств. Как бы само собой по милости всемогущего, милостиво великого Вишну, я пребываю в высочайшем спокойствии и великом блаженстве. Привидение заблуждений пропало, демон чувства эго ушел, чудовище желаний оставило меня, и жар страданий прошел. Я не знаю, куда улетела злобная птица чувство эго из клетки моего тела, разорвав путы желаний. Я не знаю, куда улетела птица чувство эго, стряхнув с себя густую пыль невежества из гнезда, свитого в дупле дерева тела. Многочисленные тенденции, подгоняемые змеями страхов, покрытые пылью дурных желаний и долгих страданий, были, к счастью, полностью разрушены. Удивительно, что столь долгое время я был в сетях иллюзорного чувства эго. Теперь я есть то, что есть. Я теперь понимаю истину. Черная огромная туча чувства эго покинула меня. Я видел и познал самого себя, как описано в писаниях. Я достиг этого и пережил со всей очевидностью. Разум, свободный от зависимости, размышлений, стремлений, с пропавшим заблуждением чувства эго, без желаний и при украшении воображения, стал полностью спокойным и бесстрастным. Нетерпимые ужасные страдания прекратились. Долгие, повторяющиеся заблуждения прошли. Взошло безграничное блаженство чистого нераздельного сознания, уничтожившего невежество. Этим заканчивается Сарга 35-е. Размышления о Брахмане. Книги 5-й об окончании. Маха Рамаяна, Шри Васиштхи, ведущие к освобождению, записанной в Алмике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...